Вадик! Мне очень нравится слово клуб, Вадик. Это не то, что вы подумали. Это не ночной клуб, не клуб для развлечений. Это настоящее слово клуб. А что это означало, помнят только те, кто начинал заниматься в 70-е годы. Клуб – это там, где ребята занимались спортом. Настоящий клуб должен находиться в подвале. Пошли. Слушай, дом старый какой. Это довоенный еще. Дом 1906, 1906, 1908. Даже дореволюционный. Пойдемте. А вот я хочу сказать. Клуб самбо. Когда спрашивают, где находятся корни советского карате, я вам со всей уверенностью говорю, что корни карате находятся в самбо. Потому что самбо для нас тогда – это было все. Это было… Ну, я даже словами не могу описать. Самбо – это самбо, короче говоря. Вот оттуда все сенсеи вышли из самбо. Настоящие сенсеи. А запах? Вот этот запах подвала, да, Вадик? Вот он родной какой-то запах. Вот его… Жалко, что телевидение не передает запахи. Вы бы почувствовали. Нет, хорошо. Некоторым не нравится. Не знаю. Как это может не нравиться? Давай, приглаши. Тренерская. Проходите. Это наша тренерская. Каких тренеров здесь только не было. Более-менее подробную историю этого клуба я узнал совсем недавно при встрече с Шиханом Михаилом Крысиным. Мы разговаривали о залах, о том, кто где начинал. И выяснилось, что Михаил Крысин начинал заниматься карате именно в этом подвале. Тогда это называлось боевое самбо. И было это, если не ошибаюсь, в 75-й или 77-й год. Может быть, даже чуть раньше. Учитывая то, что сейчас Михаил Крысин глава Кёшси Федерации Шоринзирю Кенкукан Каратэдо, обладатель 8-го Дана, вот можете представить, да, какой путь был пройден. Вот, а все это начиналось вот здесь. Обалдеть. Зайдем, присядем, будем подробности. А давай вот сюда еще побольше, вот здесь вот. Сюда. А кто еще здесь занимался, Вадик? Кто вот из известных социалов? Кто, Михаил, Штурмин был здесь? Да, Шихан Михаил Крысин мне сказал, что Штурмин был и Тадеуш Касьянов был. После того, как по разным причинам отсюда ушли каратисты, тогда боевые самбисты, здесь началось просто самбо, спортивное самбо под руководством Лакалова Павла Анатольевича, который является основателем клуба самбо имени Харлампиева, основателем и главным тренером. Сейчас он заслуженный тренер, заслуженный работник физической культуры, у него занимается огромное количество детей. Он работал, кстати, в Африке, в Алжире, тренировал алжирскую сборную, готовил к Олимпиаде 80-го года, судья международной категории, в общем, великий человек, который провел здесь много-много-много лет, а потом разрешил заниматься здесь мне. Потому что я в свое время тренировался у него, занимался самбо. Когда он переехал из этого подвала, здесь начал тренироваться я с друзьями. Мы занимались каратой. Вот обратите внимание, вот этот настоящий, истинный гибт, настоящего адепта воинского искусства. Вот здесь вот все стили практически, да? Это кодокан дзюдзюцу. Это окинавское каратэ, шотокан. Ну, это каратэдо, скорее всего. Да, это просто какое-то. Да. Кёкушинкай. Кёкушин. Кёкушинкай каратэ. Это... Афкей кикбоксинкай. Кёкушинкай тоже самое. Тэквондо. Кикбоксинг. Мама дорогая, тут все. Это дайдо джуку, да, каратэ. А вот великие, великие. Дзигара Кану, доктор, основатель дзюдо. О, сенсей Морихею Иссиба, основатель айкидо. Это Дубинин, сенсей Дубинин, наш ситорю, да, глава федерации. Гитин Фунакоши, основатель каратэ в шотокан. И Масута Цуайяма, кёкушинкай каратэ. Вот, конечно, вот этот дух. Владик, ты знаешь, я вот... У меня прям даже вот сердце защемило, как мне здесь нравится. Очень хорошо. Масута Цуайяма, кёкушинкай каратэ. Масута Цуайяма, кёкушинкай каратэ. Грозное оружие Тоже самодельное, между прочим Сами делали, да? Да, естественно Слушай, Вадик, я смотрю тут Очень хорошие, но чувствуется Заботливой рукой сделал Кто интересный это все Михаил Крысин мне рассказал при встрече Как они здесь все делали Был просто подвал Который каким-то образом Им выделили под работу Ну, то ли это был клуб Держинец Что-то такое В общем, это были люди, которые должны были следить за порядком В районе И, соответственно, тренироваться, готовиться Вот выделили им такой подвал Он говорит, что здесь не было ничего Комсомол наверняка выйдет Ну, может быть, да Он говорит, что ничего не было абсолютно В ходе того, что не было света Не было воды Никакой Ну и, соответственно, вот этого всего интерьера Который сейчас, может быть Выглядит немножко странно Вот этого всего интерьера тоже не было И Шахан Крысин мне рассказывал, значит, что Какой-то его друг работал где-то в районе метро Сокольники Где-то, где можно было достать водопроводные трубы И, значит, они стащили от этой работы эти трубы И пешком на себе Отнесли их из Сокольников до Кропоткинской сюда Потому что тогда еще ни у кого не было ни машины А ведь могли повязать и посадить, между прочим Ну, не знаю Возможно, да Вот, провели сюда воду холодную Поставили тен Сделали горячую воду Ну и, соответственно, вот этот весь антураж тренерской Тоже сделали они Доски уж где брали, я не знаю То есть мы можем сказать, что доски приколочены Могучей рукой Шахана Крысина И Штурбин тоже их колотил, скорее всего Ну, судя по всему, да Судя по всему, да Представьте, жалко, Михаил Владимирович сейчас в Германии Представьте, чему у него спросим, где он достал эти доски Сдается мне, что здесь тоже криминальная история какая-то Ну, вообще, конечно, очень здорово, замечательно Ну что, переодеваемся? Переодеваемся Ос! Ааааа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас, когда Вадик привез меня в этот зал, я вот о чем подумал, что сейчас нынешние мальчишки, конечно, бесконечно счастливы возможностью бывать в светлых, красивых залах, больших залах, чистых. Возможность купить любое кимоно, любое на выбор, возможность записаться в любую секцию, это здорово. Но вот те времена, когда залов не было, когда занимались по подвалам, когда искали, где купить кимоно, вот они все-таки отличались каким-то особенным духом, поэтому я сейчас предлагаю вам вернуться назад и вспомнить все-таки, как это все начиналось, с чего это начало, и каков же он был, этот дух первых-первых ваших занятий. Раньше мы от слова каратэ, наверное, уже в обморок падали, не говоря о том, чтобы прийти в зал и заниматься. Там любой черный пояс оказался такой недосягаемый. Страшные-страшные люди были, которые друг друга ломали, потому что республика достаточно спортивная, борцы-боксеры, и, соответственно, они со своей прикладнухой еще и плюс ко всему там начали ногами махать, здорово друг друга калечили, как всегда, потому что не было никаких методик, как правило. И, ну, скажем, и шарлатанов тоже достаточно было, которые, так сказать, приезжали какие-то черные пояса, и казалось, что что-то божественное появилось, так сказать, в районе. И, конечно, ограничения вот эти все ходили, смотрели в окошки, подглядывали, повторяли, вот. А я тоже в то время занимался, пытался и борьбой заниматься, и боксом, но что-то как-то не шло. А где-то вот в подкорке сидел, хочу заниматься почему-то кунг-фу или карате, вот таким вот. И помню даже, помню перепечатки Хабер-Зетцера, вот. И самое смешное то, что ведь не было картинок даже, просто было сказано, что блок йока-уке – это рука в сторону, согнутая в локте, блок соту-уке – это снаружи вовнутрь, рука в согнутой в локте. И мы там, как придули, все это пытались повторять, вот. И самое интересное, ведь по три-четыре часа где-то там на крышах домов, вот это все мы делали. И, конечно… А форму где брали? А форму тогда в то время никакой и не было особо. Ну, самбовки были, вот, самбовках занимались. Вот, а когда уже приехал после армии в Москву, то, опять же, доги же не было каратистских. Были вот эти, по-моему, венгерские дзю доги. Такого цвета, суровый цвет, суровой ткани. Вот. И самое, чтобы приобрести, даже приобрести этот доги, это была проблема, я помню. А после тренировки они весили килограммов сорок, наверное, когда потом напитывались, да? Да, да, да. Вот, а, скажем так, чтобы, помню, чтобы купить это доги, дзю доги, я вот, был в магазине «Спартак» на Ленинском проспекте. И какой-то слушок прошел, вот там будут продаваться. И, по-моему, 3-4 дня я туда к открытию ходил. По полдня там стоял, занятия пропускал, чтобы купить эту штуку себе. Цена даже, не помню, сколько это было. Но когда приобрел, пришел в зал, все, вау! А занимались же мы там в институтском зале, в этих самых, в трико вот с такими коленками, в майках рваных. Ну и, скажем, каратэ было не такое, как сейчас. То есть не было понятия цунь-думэ. Рубились, лупили друг друга. Вот. И даже не знали, каким мы стилем занимаемся. Просто было каратэ. И, скажем, самое удивительное, видно, столько было энергии вот этой молодецкой. И, отзанимавшись 3 часа, потом еще проведя какие-то тренировки с начинающими, в то время еще я умудрился стать, так сказать, инструктором молодым. Вот. Еще приходили на дискотеку, еще на дискотеке часа 4 скакали. Вот. И сейчас, я думаю, ну не знаю, сейчас, наверное, я так уже не смог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА